Доброе утро, дорогие друзья! С вами Капля и сегодня мы говорим о вере. Верою Сара, будучи неплодна, получила силу для принятия семени. Знаете, что я в этом вижу? Сегодня одна из больших проблем, наверное, многих из нас, это отсутствие реального плода. Я не говорю о тех плодах, которые были 25 лет назад. Я имею в виду те плоды, которые мы призваны каждый год приносить для Господа. Бесплодие, оно не только тяготит, собственно, нас самих, а нормального христианина бесплодие должно тяготить, оно не дает нам развиваться духовно, оно не дает нам изменяться. Нам нужно быть плодоносными, потому что это одна из центральных вообще тем Евангелия. Сам Христос сказал, что мы должны приносить плод. Он избрал нас для принесения плода. И многие из нас мы не приносим плод только по одной простой причине. Потому что нам кажется, что для принесения плода необходимы какие-то сверхусилия или некие методики. Что-то нужно делать, какие-то конкретные поступки, напрягаться, делать сверхвещи. Но Писание говорит в послании к евреям, что Сара, будучи бесплодной, то есть, будучи человеком, который вообще не способен приносить плод, она продолжала верить. И эта вера дала ту силу, которая помогла преодолеть это бесплодие. Что я думаю на эту тему? Я более чем уверен, что для преодоления бесплодия... Вообще, по сути, для того, чтобы приносить плод, не нужно каких-то особых усилий. Для того, чтобы приносить плод, нужны отношения. Дети не рождаются без секса. Ну, делают в пробирках, конечно, и так далее. Но я думаю, что это не наш метод. Для того, чтобы рождались дети, нужны близкие интимные отношения. И мне кажется, что для духовных плодов, для принесения плода в Царство Божие, также необходимы близкие интимные отношения с Богом. И вера здесь играет первостепенную роль. То есть, нам необходимо быть теми людьми, которые доверяют эту сферу жизни Господу. И я на 100% уверен, что чем ближе наши отношения с Богом, тем больше плода мы приносим. Чем меньше плода в нашей жизни, тем меньше интенсивность и глубина наших отношений с Богом. Мы можем обманывать самих себя, других, окружающих людей и говорить, что наши отношения с Богом просто невероятно потрясающе прекрасные, гармоничные, великолепные. Но если ты не приносишь при этом плод, то ты обманываешь себя и окружающих. Если ты имеешь веру, и эта вера помогает тебе строить отношения с Богом, они тебе есть, у тебя обязательно есть Бог. Субтитры создавал DimaTorzok